Неприметное название 2-я улица Безымянки, нынешняя улица Победы, сменила в 1949 году. Теперь ее имя звучит величественно и торжественно. Это одна из основных магистралей Безымянки. Ее протяженность более 5 километров, ширина 5 метров. Сегодня это один из патриотических символов города. К 9 мая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на улице наводят лоск. Городские власти пристальное внимание уделяют улицам, которые носят имена героев войны, героев Победы. Сейчас здесь вы можете наблюдать комплексную уборку улицы Победы, куда непосредственно входит уборка тротуаров, газонов, проезжей части. С особой ответственностью к работе подходят сотрудники МП благоустройства. Почти у каждого из них есть родственник, участвовавший в войне. Для Татьяны Семеновой чистота в городе, коню Победы – личный долг. На фронте погиб ее дядя. Его сюда забирали в Куйбышев, он здесь заканчивал какое-то училище, а потом сразу попал на фронт. Приводят в порядок и газоны готовятся к озеленению. Такой трепетный подход приветствуют горожане. Таким улицам должно быть особое внимание, потому что они названы часть Победы, часть великих людей. Героические имена, связанные с Великой Отечественной войной, носят больше десятка самарских улиц. Гастелло, Санфировой, Фадеева, Ивана Булкина, Александра Матросова, Огибалова, Карбышева, Зоя Космодемьянская, Михаила Сорокина, Краснодонская, Молодогвардейская, 9 мая, Победы, Советская армия. Приводить в порядок их начали еще в середине марта. В первую очередь провели ямочный ремонт. Сейчас генеральная уборка, а в дальнейшем наряде улиц проведут карточный ремонт на площади 7,5 тысяч квадратных метров. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Максим Гусев. События.